В центре Челябинска большегруз протаранил 12 автомобилей и влетел в жилой дом. Слово Али Согриной. В момент удара на тротуаре были десятки пешеходов, но они успели разбежаться, так что жертв удалось избежать. Понадобилась ли кому-нибудь помощь медиков и что прокомментировал водитель фуры, расскажу прямо сейчас. Свердловский проспект, 9 часов утра. Фура мчится на спуске, догоняет впереди идущую маршрутку и сносит стоящую на дороге иномарку. Мужчина, находящийся за рулем большегруза, сейчас изучает повреждения своей машины. И хромая, судорожно набирает чей-то номер телефона. Граналистам рассказывает, случился форс-мажор. Внезапно отказали тормоза. Машина вроде осталась, потом резко покатилась. Все сильнее и сильнее. Жал, жалом тормоза. Тормозов нет, машин в кучу собирают. Неуправляемая Фура спровоцировала массовую аварию в центре Челябинска. Снесла 9 попутных машин, вылетела на встречную полосу и там смяло еще 3 припаркованных иномарки. Пешеходы успели убежать с тротуара. Большегруз наехал на дорожный знак и остановился в метре от жилого дома, протаранив рекламную растяжку. На перекрестке сейчас парализовано движение. К месту ЧП подъезжают сразу несколько машин скорой помощи. И сразу подходит к этому мужчине. Он получил ушиб ноги. Я ударился в ноги, сильно ноги ударил. О педали. Ноги слетели с педали, и был удар. О педали. Так немножко. А тут чуть-чуть. Андрей Сомов рассказывает, служебный УАЗ уже, скорее всего, восстановлению не подлежит. Показывает повреждения кузова и салона. От удара фуры. Войтерское сидение машины буквально вырвало с корнем и отбросило вперед. Почитывает ущерб сейчас и этот молодой человек. Багажник сильно смят, так же, как и капот иномарки. Рассказывает, ехал на работу в офис и внезапно почувствовал сильный удар. Стоял на светофоре. Все услышал. Грохот. Толчок. В задней части все. Вот прилетел в 15-ю. 15-я задела другую машину, а та еще одну. Водители прямо на проезжей части меняют колеса и тут же вызывают эвакуатор. По словам госавтоинспекторов, никто из участников движения не получил серьезных травм. Поэтому госпитализации не потребовалось. Водитель ФУРС 30-летним стажем вождения полицейским признался. Вез из Москвы в Челябинск 4 тонны груза. На протяжении нескольких сотен километров машина вела себя идеально. И почему внезапно отказали тормоза, сейчас устанавливается. Полную версию видео смотрите на нашем сайте. Одинобл.ру в разделе онлайн ТВ. А на трассе под Златоустом произошла смертельная авария. Водитель малолитражки улетел под большегруз. Кадры с места трагедии увидим далее. Тойота больше похожа на груду металла. От сильного удара машина буквально вывернула наизнанку. За рулем находился житель Златоуста, который вез дочь в Челябинск. Водитель легкового автомобиля пока при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте, а пассажир легкового автомобиля девушка 1999 года рождения получила травмы, была госпитализирована в городскую больницу города Златоуста. 17-летняя девушка сейчас в реанимации, но ее жизни уже ничего не угрожает. Так же, как и водителю большегруза он отделался царапинами. Расправился в одиночку. Дмитрий Семакин, обвиняемый в убийстве родителей, сделал в суде сенсационное признание. Друг не причастен к убийству. Молодого человека он намеренно оговорил из-за мести. Обоих обвиняемых ведут в зал суда. Дмитрий Семакин, замечая журналистов, прячет лицо за листом бумаги. Что-то живо обсуждает с адвокатом и наотрез отказывается от присутствия съемочной группы на процессе. Прокурор рассказывает, обсуждал посудимый сегодняшнюю речь. За закрытыми для прессы дверями признался, а друг не причастен к убийству. На стадии предварительного расследования он изобличал Насырова. Но в судебном разбирательстве его позиция изменилась. Он настаивает, что это преступление совершил один. Признался, что оговаривал, желая отомстить. Но за что, не объяснил. Напомню, Дмитрий Семакин и его друг обвиняются в двойном убийстве родителей Семакина. Представился врачом и рекомендовал купить чудо-аппарат. Мяски полицейские разыскивают мошенника, обманувшего пенсионерку. Эта пожилая женщина попалась на удочку мошенника. Молодой человек позвонил в дверь, представился врачом районной больницы и настоял купить этот прибор, излечивающий язвы. Якобы на последнем приеме гастроэнтеролога у женщины было выживано серьезное заболевание желудка. Они, значит, как послали вот это вот, сюда принесли мне. Так если послали бесплатно, то главное 14, а у меня-то нету. Вот я 9 отдала. Только когда отдала 9 тысяч рублей, женщина позвонила в больницу. Там пенсионерки сообщили, врачей на дом не отправляли. И сейчас полицейские выясняют, кто был мошенником и где сейчас он может находиться.